Бог живой, Он Бог. И Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужд. Но Сам дает всему дыхание и жизнь и все. Аминь. Вот, поэтому, знаете, не только чтобы Бог в нас заинтересован, хотя Он заинтересован. Но мы больше всего заинтересованы в Боге. И Он это знает. И Он, знаете, Он не как люди, мы вот люди такие бываем, ну тебе надо, ты и приходи. Он знает, что нам надо, но пришел Он. Аминь. Он знал, что мы не можем пройти. Он знал, что грех настолько грешен, настолько крайне грешен, что Он не даст нам хотеть прийти к Богу. Поэтому Бог сошел с неба, воплотился, прожил человеческую жизнь, указал нам путь. Он умер за наши грехи, воскрес, и пребывает сейчас у Него вся власть, и тем самым Он дает нам этот путь спасения. И об этом говорим, это изучаем, это принимаем, в это верим, в это погружаемся. Да, и поэтому крещение, оно называется погружение, да, в Иисуса Христа, в Его жизнь, в то, что Бог хочет для нас. Да, потому что Его жизнь, Божественная жизнь, Вечная жизнь, настоящая жизнь, счастливая жизнь, она в Его Сыне. Аминь. Вот, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Итак, ладно, расскажу сначала вот эту историю, которая со мной произошла. Может быть, кому-то понравится, может быть, для кого-то покажется, что какая-то незначительная. Ну, для меня она вот стала такой, как бы, побуждающей меня написать проповедь, поразмышлять, может, это вот, ну, ложиться на все мои такие откровения, на мое видение. Какой вот, просто вам как экзамен, какой основной стих вот в моей жизни? Ну, вы же должны знать, да, что меня больше всего побуждает. Все творение с надеждой ожидает откровения Сына Божия. Вот, и суть именно здесь в том, что не, знаете, мы не ищем решения в ком-то или в чем-то, только своих проблем. План Божий для нас, это стать решением проблем для других, для мира. Вот, потому что вот в этом стихе именно как раз это и говорится, что все творение ожидает открытия, откровения Сынов Божий. Когда они откроются, вот, и вот в этом и план Божий. Поэтому Иисус, это план Божий, но, ну, если мы скажем такое слово, что он не полный, мы будем не совсем правы. Но смысл примерно такой, да, что этот план полный, когда мы в него входим. Аминь. И этот план полный, когда мы вырастаем в мужа совершенного, совершенного, законченного, в меру полного возраста Иисуса Христа. Вот он, Божий план. Не только, вот, Иисус спас меня, я сижу на чемоданах, жду, когда жизнь закончится, чтобы пойти на небо. Нет, я здесь для того, чтобы повлиять на эту землю. Вот. И Бог, знаете, какой Бог? Вот Он, прежде чем произошла проблема, Он уже приготовил решение, скажи Аминь. Вот такой Бог, мы должны привыкнуть к этому и должны понять это, что здесь все, именно вот в этом кроется, что, когда Павел говорит, что Он нас предопределил, предизбрал, потом призвал, оправдал и потом прославил. Да, то есть, вот план Божий, он вот такой, то, что ты должен об этом думать и задумываться, что ты не просто человек, которого там никто никогда не знал. Бог тебя знал всегда. И знает, на что ты способен, и у Него для тебя есть план. Я помню, я первый раз столкнулся так вот по жизни вот с этим откровением, с этими свойствами Бога, готовить что-то заранее до того, как произошла в этом проблема или нужда. Я был в центре, это был там 2002 год, мы отстраивали центр, из пионерского лагеря перестраивали его, что-то вот такое подходящее для жизни. Серега знает, он был там, корпуса, и у нас там, ну и вот какие-то вещи, они там от лагеря остались. И вот в одном из корпусов, в одной маленькой комнате, стояли два очень странных и необычных инструмента. Знаете, что такое лапа? Знаете, что такое лапа, как инструмент? Нет. Гитарок? Нет, это огромный такой лол, как гвоздодер такой вот, но это лол. Это инструмент для вот этих, как его, железная дорога, не, вот эти вот переворачивать там, выдирать вот эти огромные гвозди. То есть, это очень мощный, очень сильный инструмент, там вот такая вот толщина, он из серьезного металла, и вот она загибает. То есть, его как лол не используешь, а как гвоздодер, но он слишком тяжелый, мы лучше вот, если... И я еще вот помню, когда я их только увидел, ничего себе, вот стоят, ну ничего они вообще. Для чего они? И они еще несколько лет там так и стояли, их так перемещали из одного места в другое, потому что, ну вот, нету для нее работы. Нету для них работы. Они настолько здоровые, настолько мощные, что для них нету работы для этих инструментов. Ну, вот мы жили-жили, строили, и потом центр вырос, и мы начали уже искать работу для центра снаружи, чтобы зарабатывать деньги. И нам попался один объект, это был такой первый мощный объект, с которого центр начал так вот подниматься уже, с колен, грубо говоря. Да, да, мы были на бюджете там нашей главной организации, то есть деньги нам на все присылали, мы строились только внутри. Смысл был в том, чтобы перейти уже на собственное обеспечение, себя обеспечивать и быть самостоятельным. И вот был этот первый объект, это было там три этажа демонтажа, то есть это было здание там одно, несколько тысяч квадратных метров, где нужно было все, сломать стены, сломать полы, все это вынести наружу, то есть вот под реконструкцию здания. И тогда еще это времена-то были там двухтысячные, и вот особо, я помню, мы один корпус, у нас парень, вот мы крутили профнастил, обшивали его, и там была такая система реечная, просто чтобы вы знали, как мы тогда работали. Он всю вот эту реечную систему собрал отверткой вручную. У него вот тут вот были монзоли, это вот, кстати, был Серега Волгоград, который вот сюда приветствует, он показывает, как он заворачивает вот эти вот самолеты, раз, и у него саморез зашел. Вы понимаете, что сейчас это все делает шуруповерт, сейчас, вот если у человека нет шуруповерта, ему нужно просто болт закрутить, один, я иногда ругаю там своим, там, что ты не делаешь? Ну, шуруповерт, я говорю, ты что, отверткой не можешь закрутить, один саморез? Ты уже забыл, что это, что отверткой она может закрутить один саморез? Знаете, вот люди иногда все, нет шуруповерта, значит, мы, ну, не работаем, мы не делаем. Нет перфоратора, он не пойдет там молоком, не отдолбит, да? Понятно, что большие объемы не можешь делать, но маленькие можешь. Вот у нас не было электроинструментов, не было каких-то отбойников там или еще чего-то, у нас были кувалды, у нас были ломы, и вот мы это все, вручную, мешки все ломали, слажены были, мы были молодые, крутые, заряженные, нам нравилось, что у нас появилась работа, нас это все устраивало. И вот я помню, когда я ломал эти полы, и вот мы этими лапами стали ломать полы, и вот эта вот стяжка, она просто, именно вот эти вот лапы, они поднимали так эту стяжку, что ничто другое в мире не смогло бы поднять эту стяжку лучше. Это было одно из самых сложных вообще, как бы, работа для ребят, кто демонтажом занимается, это, ну, будет понятно. И вот я тогда получил это откровение, емки-палки, как Бог о нас когда-то позаботился, что вот эти лапы стояли там с какого-то времени, да, там, я не знаю, вот какие-то строители, когда-то или кто-то там уезжали, переезжали, и там, и вот просто вот было сказано, нет, это здесь, это вот придут сюда ребята, и им будет это нужно. И я говорю, я тогда вот поразился, насколько вот Бог, Он мне просто даже открыл потом, да, ну, как бы смысл именно в том, что я это все делал даже не в лапах же, да, а делал в нас. И мне было, как бы, открыто, что мы и есть эти инструменты. Даже если я сейчас не знаю, кто я и для чего я, и стою здесь в углу, да, и вроде как ничего, не могу применить свои таланты, свои какие-то дары и не востребую, ну, как бы, знай, что план есть для тебя. План есть для тебя. И вот это так проявляется. Он для нас приготовил вот этот план. И сегодня я тему так могу назвать, вот, как Бог собирается повлиять или спасти этот мир, да, через христиан, через нас, через открытие Сынов. В чем заключается вот это наше влияние на мир, как мы будем влиять на мир, чем. И вот теперь в той ситуации, которая произошла со мной в самолете. Мне достался билет, там были проблемы у них с компьютерами, мы, когда я приехал в аэропорт, у них висела программа, и весь как будто бы даже задерживался. Но не задержался, вот все люди столпились, мы не могли пройти регистрацию. Уже был кипиш, ну, в последний момент как-то все разблокировалось, и они быстро-быстро всех людей давай регистрировать, ставите. И мне попался билет с номером Б1. Знаете, что это такое в самолете Б1? Это где, вот, очень хорошо, впереди ноги вытянуть можно, все вот. Я думаю, ничего себе, неужели это там? И все, зашел это там, действительно. Б1, вот я сел, тут мужик сидит, тут мужик, и там еще. Вот у нас три, вот этих, два места по три. И вдруг я слышу, что что-то вот они со стюардессами, этот парень с девушкой, что-то вот, что-то там их не устраивает, что-то у них там не получается. Я так, и, ну, короче, оказывается, что они как-то по ошибке двоих людей на это место посадили. То есть, эти парень с девушкой забронировали эти места, заплатили по полторы тысячи рублей дополнительно за эти... Потому что эти места, они просто так не даются, они, у них, эксклюзивные места. И, вроде, им даже стюардессы, как бы, говорят, ну, это, сеться туда, где аварийный выход, там у нас, как бы, свободно, там то же самое, там широко. И они уже, вроде, вот почти уже уходить. И вдруг девушка, там, ну, мы специально хотели сюда, мы хотели пораньше выйти, у меня день рождения сегодня. Знаете, вот, ну, как бы, вот люди, ну, а там другие муж с женой, которые тоже купили это, тоже специально, и они, вроде, как бы, и готовы, вроде, уступить. То есть, меня вообще не касается. То есть, вот весь кипиш, как бы, здесь. И вот, я, там нету, они не ругаются, как бы, да, но они очень сильно переживают. И тут, вроде, пригласили представителя компании, он что-то пытается им сказать, вот, надо было там сказать, а слов нету, потому что они неправы. Ну, как бы, вот эти, вот, все стюардесс, ну, как бы, представители компании, они неправы, нечего сказать. Все, вот, вот эти пассажиры правы, и вот, что делать? И вот, ну, я увидел коллапс. Все, вот, ну, клинч, знаете, вошли в клинч. Эти, вот, сделайте что-то, эти, вот, ну. И вот я сижу, как бы, думаю, и я вдруг, ну, начал просто думать. То есть, я, ну, как бы, вот, мог бы вообще не вникать, как бы. Начал думать. Ну, как бы, смотрю, не хватает, в принципе, одного места всего лишь, да. Тут муж с женой, ну, как бы, вот, жена, наверное, не уйдет, этим не оставит. Эти, вот, не хотят отступать, у нее день рождения, и они хотят пораньше выйти. Все, вот такой зацеп. И я понимаю, что, в принципе, не хватает одного места, ну, что я могу решить эту проблему вообще. И я говорю, и я вот этому мужику говорю, твоя, ваша жена, вы с женой? Он говорит, да, да. Ну, и он так еще осторожно думает, что я хочу сейчас, что ты кого-то куда-то попросить. Я говорю, давай, я свое место освобожу, жена твоя сюда сядет, они туда сядут, да? Давай, ну, все. И я это предлагаю, все такие, как бы, ну, вообще в шоке, что это вот так, оказывается, можно было сделать. Все быстро успокоилось. А я пошел и сел туда, где вот эти вот места, да, в середине, где все то же самое, но только если здесь я сидел между двумя мужиками, где у меня даже локти, ну, некуда было засунь, для ног все нормально, то там я вообще вот так вот на трех сиденьях еще лучше сидел. Вот. И вот с этого момента, ну, я начал думать, я вот, ну, я даже, я так, вот, я видел, я разруливаю эту ситуацию, я встал такой, я так внутренне, так, ну, сияю даже так, люди же все сидят там, смотрят, ну, как бы, и я так керуемся, почувствовал, ну, ну, мне хотелось, мне хотелось даже там где-то внутренне сидеть, я христианин, ты че, я, я пастор, я так сделал, потому что, ну, понимаешь, я че, я дура, что ли? Ну, мне понравилось самому, что я разрулил эту ситуацию другими словами, понимаете, то есть вот, ну, и о чем я хочу сегодня проповедовать, да, что, вот, ну, она такая маленькая ситуация, знаете, но и многие бы из вас сделали бы так же, правильно или нет, если бы догадались, что так можно сделать, потому что много раз, вот, например, со мной сидел рядом мужик, он не догадался, что так можно сделать, я не думаю, что ему было бы сложно, что ему была какая-то разница, тут сидеть или сзади сидеть, ну, знаете, вот иногда просто нет откровения, иногда нет просто понимания, что так сделать можно, и я рад, что вот у меня эта мысль пришла, что я, ну, как-то вот хочу влиять, хочу решать проблемы, знаете, я не хочу только вот закрыться в своей какой-то жизни, в своем каком-то мире, а там, как оно, вот там, ни хренее, вот все равно, вот, вот кто такие христиане, скажи, аминь, вот кто такие христиане, они призваны на добрые дела, Библия говорит, да, да светит, Иисус сказал, да, да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди слышали, как вы говорите, что вы христиане, да, или нет, ага, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. И я понимаю, что, знаете, вот, что христианство, оно не в том, чтобы мне вот выклить и сказать, я так сделал, потому что я христианин, да они бы тоже так сделали, знаете, на это не только христиане способны, на добрые дела, но у христиан есть преимущество, у них есть Дух Божий, у них есть откровение, у них есть желание это делать, они на них нацелены, мы должны быть на них нацелены, мы должны быть в этом воспитаны, мы должны быть в этом выращены, поэтому мы должны тренироваться их делать, для того, чтобы вовремя, вот, когда придет вот эта вот ситуация, встать и сделать, вот как Давид, он льва и медведя там в пустыне убивал, и никто не видел этого, он не кричал там, я царь, поэтому я тут всех зверей, вот, всех защищусь, он просто это делал, он тренировался, тренировался и тренировался, он тренировал свой дух, он тренировал свою отзывчивость вот на это, он тренировал свои переживания за других, да, потому что это были овцы, но он уже имел откровение царя, и он понимал, что о них нужно заботиться, они были его, и он шел на какой-то риск и тренировался мочить вот этих вот животных, и когда пришел момент, когда Голиаф поносил весь Израиль, 40 дней, весь Израиль был в страхе, дрожал, вот этот вот парень молодой, он просто пришел, услышал, это что такое, это что за животное там кричит, понимаете, потому что для него это, что это, что это было одно и то же, да это же неповоротливое, огромное животное, понимаете, и он знал, как животные реагируют, они такие вот в ярости, что они, они, да, я просто вот когда-то представлял, как он убивал там два медведя, там же написано, я гнался за ними, убивал, и инструмент его был проща всегда, то есть вот, а животное, оно, ну, они все ведут себя примерно одинаково, если он украл добычу, то он понимает, что он украл, вот он уже в зубах у него, и он уже чувствует себя преступником, его желание только убежать и поесть, и вот, ну, как бы, Давид, он психологию эту понимал, и вот в этот момент он гнался за этим животным, кидал, орал на него, кидал камни в него, да, просто загонял его вот этим вот, ну, и не то, чтобы Давид был всегда сильнее, льва и медведь, вот, ну, я так думаю, а просто вот сама позиция вот эта, что он был, да, человек с интеллектом, и, да, вот, даже, знаете, вот, говорят, в лесу встретишь там медведь или волка, если ты не испугаешься, а начнешь громко орать, идти на него, и, ну, вот, ну, покажешься, он убежит от тебя. Просто главное в этот момент действительно чуть-чуть не трогать, потому что если он заметит, что ты играешь, что это не по-настоящему, что боишься ты, то ничего не прокатит, понимаете? Вот так нужно, ну, как бы, побеждать животное, да, злое. И вот для меня Давид, он был уже выращен в этом, он не боялся, да, у него было понимание, что это всего лишь животное, вот, и плюс он как бы вырос в этом, что Бог с ним, и если он делает правое дело, как бы он, ну, у него хватит на это сил, смелости, духа и откровения. И вот он, говорю, побеждает этого Голиафа откровением, смелостью, откровением, и вот этой внутренней натренированностью, он говорит, я льва и медведя побеждал, и с этим будет то же самое. Все, и он вышел и с хитростью вот этой, да, с мудростью, просто камень в лоб ему, да, и там уже, он уже еще его спровоцировал, вот, да, что тут стоит, я тебя, да кто ты, там мелочь вышла против меня, пузатая, ты кто, вот это вот, да, и вот он идет на него и наезжает, прям, да, что у него просто вот из этой злости, из этой гордости его огромной, у него просто глаза кровью налились, вот, блин, и он, ему бы просто щип к лицу бы там свой поднести, и все, и камень бы не долетел, он не соображает ничего в этом состоянии, вот таким образом Давид побеждает, знаете, и я, ну, и примерно так же, вот, произошло там, как бы, в самолете, то есть люди вошли в клинч, вот, знаете, что такое клинч, да, все знают, что такое клинч, вы не знаете, боксеры, когда дерутся, и когда они сцепились близко, да, все, они в клинче, они не могут, они не могут дальше боксировать, приходит рефер и говорит, проект, давай разойдитесь, и опять, вот он такой, коллапс, клинч, и здесь тоже, и все, мозги не работают, как разрулить эту ситуацию, стюардессы не понимают, вот этим обидно, эти уже сидят, не собираются за этим окупать, все, никто не уйдет никуда, клинч полный, а, ну, как бы, вот, мне было вот несложно вот это вот разрулить, я увидел, как можно переставить, и все, все довольны, и все хорошо. Я вот говорю, что мы, как христиане, вот, как раз для этого в этом мире существуем, Да, Библия говорит, вы кто? Вы соль земли, вы свет этому миру, да? Соль, да, ее не всегда нужно много, правильно? Если ты положишь много соли, там, блюдо будет пересолено, да? Но это то, чего, там, не обязательно, но она имеет огромное влияние, так же, как и христиане, да? Вот мы призваны с вами, Библия говорит, мы миротворцы, мы призваны с вами какие-то ситуации разруливать, понимаете? И даже такие маленькие, да, ну, чего вроде такого, какого-то, да, какого-то геройского вот в этой ситуации с самолетом? Ну, ничего. Но я рад, что я открыт к этому. Я рад, что я по-прежнему в теме, что я, ну, мой мозг достаточно гибко, гибок, чтобы это заметить и чтобы вовремя на это отреагировать и, ну, помочь. Просто помочь. И мне действительно не нужно никакой славы, знаете? Нам не нужно это. Просто вот, ну, я хочу быть натренированным на добрые дела. Я хочу быть открытым к тому, чтобы решать вот эти вот проблемы, которые без нас так бы не решаются. Потому что, действительно, вот дух этого мира, он сковывает людей. Гордость, она глупая, знаете ли, она тупая. Гордый человек, он очень тупой человек. Все, вот ты когда гордый, ты тупишь. Теперь вот самый такой бытовой пример, это вот то, что на дорогах часто происходит. Да? Когда люди едут на транспорте, и вот это вот, это моя полоса, я прав, иди, газу. Да, кто-то перестраивается, кто-то не видит, а я еще газку поддам. Потому что это же моя полоса, я прав сейчас. И вот потом стоят, ждут милицию, ждут, пока разрулят, два быка сошлись. Я часто это называю таким вот образом. Почему? Это не потому, что люди такие плохие. Это вот дух этого мира, он такой, он гордый, он думает только о себе, он, ну, как бы, вот заставляет людей думать только о себе, мое, моя полоса, моя машина, моя жизнь, мои деньги и так далее. Его не интересует, человек, часто ему не интересует проблема других людей, войти в ситуацию как-то вот. Ну, знаете, кто не попадает в аварию, кто более гибок, кто более мягкий, кто осторожен, кто ждет ошибки от других, что кто-то может перестроиться, не заметить даже, да? И гораздо проще, на мой взгляд, так проще жить, так проще принимать вещи, проще уступить, потому что, ну, собрался, знаете, некоторым там, покажешь поворотникам, что ты собрался перестроиться, он газку поддал еще, знаете? Ну, и вот оно, да, из-за чего, моя полоса, он куда собрался, я тебя тут не пущу. И вот есть ряд людей, которые так живут, так ездят, так мыслят, знаете, мы должны быть осторожными, чтобы не быть такими, чтобы не быть, вот так не мыслить, так не ездить, так не думать. Это же, я просто сейчас про машины, но мы часто и в жизни так, не уступчивые, не, ну, мое, и мы считаем, что вот это вот правильно, вот это вот справедливо, как будто вот так вот оно должно быть. Но Бог не так нас создан, не для этого, знаете? Я сейчас не призываю, потому что ты должен вообще только ездить там на машине, были бы, вот, жить таким образом, чтобы всем все время уступать. Вот кто-то куда-то собрался бы, раз, останавливался бы, вот просто люди там, просто подошли к дороге, еще не переходят, уже остановился там их. Ну, и, конечно, за тобой будет неудобно ездить, кому-то же, ты как придурок там, везде останавливаешься, везде притормаживаешься там и так далее, то есть ты мешаешь. Это тоже проблема, да, такой гуманизм такой, да, то есть такая вот гиперуступчивость всем. Некоторые думают, что вот к этому христианству, не к этому христианству тоже, да. То есть, да, вот про этот стих поставь левую щеку, там, если тебя ударили по правой, значит, я хожу и всем, не хотите вот меня, я христианин, меня можно вот. Не так это все практикуется. Мы должны быть вот этими гасителями зла, не давать злу распространяться, да. То есть вот эта функция соли, это не только еще для вкуса, знаете, для чего раньше соль использовал? Для того, чтобы остановить гниение продуктов, гниение мяса, гниение чего-то, да, то есть соль она обеззараживала и она останавливала. И это вот тоже наша вот функция, как христиан, соль, быть солью, да, для того, чтобы вот быть открытыми к тому, чтобы разумлить эту ситуацию, в которой мы сталкиваемся. И если мы действительно будем вот этим оружием, если мы сможем, ну так, себя воспитать или позволить Богу нас воспитать так, в учении Христового. Поэтому единственный путь стать такими, в учении Христового, это слышать Слово Божье, исполнять Слово Божье искренне, постоянно, позволять этому Слову Божьему тебе напоминать, как, что, в каких ситуациях, как поступать. Иметь внутри себя Дух Святой, тогда вот ты научаешься быть вот этим орудием, оружием, да, вот этим вот решением. Вот чего ожидает Творение. Творение ожидает открытие взросления Сынов Божьих. Когда взрослые Сыны Божьи, они просто вот будут готовыми. И действительно Бог готовит. Знаете, мы иногда хотим уже сразу видеть, что, для чего, где, как, какой конкретный мой план, расскажите мне все. Но это не рассказывается никому. Знаете, вот что Иосифу не было рассказано. Представьте, каким инструментом стал Иосиф. Мы иногда говорим, что вот, ну, больше там, как у Иосифа, жизнь стал премьер-министром, там, круто. Но его основной функцией было это спасти свой народ во время голода. Вот что Бог сделал. Бог заложил Иосифа, да, Иосиф прошел какие-то испытания, но Бог его туда заложил заранее, в ответ на то, что произойдет когда-то. И потом, когда это произошло, Иосиф уже на месте. Оказывается, что Иосиф свой. Иосиф не просто во время голода еды им подбросил, им надо было чуть-чуть мешки встать. Он им полностью обеспечил. Он им сказал, вот, местность, занимайте, все у вас теперь есть. Представляете, вот, как Бог готовит ответ, ну, вот, через христиан, через нас. Другой пример Иосиф, вся Библия этим пропитана. Другой пример Иосиф, когда вот, она думала, что, ну, как бы, наверное, да, вот, ее судьба, она такая, ей даже было сказано, не говори, что ты еврейка. Да, когда вот ее, дядя ее туда послал, знаете историю Иосиф, да, это вот была девушка, еврейка. У царя были проблемы с женой, он, она отказалась приходить на пир, в итоге он ее отстранил от этой функции и искал себе другую. И вот по всему царству был, как бы, такой кастинг проведен, да, отбирали лучших. И вот Иосиф, еврейка, она попала в это, и в итоге была выбрана, и стала невестой и женой царя. Царя мира по теме, да, и это как про образ все, про Христа, про церковь. Ну, ей казалось, что функция вот в этом, вот она стала, все, все хорошо, ее жизнь сложилась, она была бедная, была вот обычная, а тут стала вот самой первой. И все, ее жизнь была вот удовлетворена, все сбылось. Но потом началась проблема, огромная проблема, что враг, оказывается, задумывал убить всех евреев. И пришел этот Аман, хитростью взял этот царский перст и не сдал указ, что евреев такого-то дня, такого числа всех можно и нужно убивать. И Иосиф, что она царя, ну, никому не говорила, кто она. Никому, царь не знал, никто из слуг не знал, и Аман не знал, да, что она, оказывается, еврейка, и это тоже ее касается. И ей было даже страшно на это все реагировать, да, она как бы, ну, пришел вот этот, ее дядя, я не помню, как его звали, кто помнил, Мордахей, да? Да. И говорит, если ты сейчас промолчишь, то Бог, возможно, даст спасение через кого-то другого, но, возможно, ты здесь именно на этот час. Все, что с тобой произошло, возможно, именно для того, чтобы ты сейчас воспользовалась своей ситуацией и как-то это разрулила. И вот она там постилась, сказала, что все давайте поститесь, и вошла к царю и просила вот этой милостынице, рассказала царь. Ну, все кончилось хорошо, Мордахея повесили на дереве, там, все, евреи спаслись и так далее. Ой, не Мордахея, а Амана. Вот я поэтому и боялся, спрашиваю, имя Мордахей иногда звучит, как-то иногда отрицательно на русском языке. Понятно, да? То есть вот она история царицы Исфий, что она, оказывается, была особенным сосудом, она, оказывается, была особенным инструментом, приготовленным под проблемы. И будет Бог везде такой. Вспомните этот стих, что Иисус Христос, Агнец Божий, заклонный до создания мира. Вы представляете, вот о чем? Это Бог еще до того, как пришла проблема, даже до того, как мир появился, до того, как пришла проблема с грехом, Бог уже дал ответ на эту проблему. Понимаете? Вот таким вот образом. Просто вот мы должны понять это и жить с этим пониманием, с этим вдохновением, что вот мы что-то, мы кто-то, мы вот для чего-то, да? Что мы действительно вот этот ответ, что, ну, наша жизнь не в том заключается, что как бы мне вот свое устроить все. Хотя это тоже Бог собирается сделать. Но мы должны быть больше, мы должны быть шире, мы должны немножко пойти в своем мышлении, в своем откровении, в своем сердце дальше, чем люди этого мира. Которые вот и войдут вот в этот вот клинч или коллапс. Я примерно так и представляю себе какие-то вот грядущие последние события с чем-то связанные, что будут какие-то такие проблемы глобальные, что разрулить не сможет никто. Ни квантовые компьютеры, которые там сейчас все продумывают, ни какой-то искусственный интеллект, ни куча вот этих вот чиновников и администраторов и так далее. Потому что вот, ну, как бы вот, не дано, знаете, разрулить, не видят, гордость застилает глаза, эгоизм не позволяет как-то подумать обо всем этом. И вот таким вот образом мы с вами призваны повлиять на этот мир. И хочу еще одну историю красивейшую, одну из моих любимых, вот, прочитать это деяние, 16-я глава, по-моему, сейчас или 17, 16-я, где Павел, можно мне водички? Где Павел и Сила, они попали в тюрьму. И, как я говорю, что казалось бы, они туда пропали, что это какая-то одна из их проблем, касающихся только их. Вот они проповедуют Евангелие, Бог сказал, будете страдать, и они это принимают. Но, на мой взгляд, это было даже более широко и еще круто. Круче, чем просто преодоление каких-то страданий, испытаний, и потом какой-то вот выход. Они вышли оттуда в такой славе, да, Божьей, с таким приобретением. Они приобрели начальника тюрьмы, представляете? И я, вот, ну, я завидую Павлу по-хорошему, я восхищаюсь Павлом и его мышлению. И вот именно то, что трогало начальника тюрьмы, знаете, его трогало не проповедь Евангелия, не песни, которые они там пели, знаете, не вот это вот то, что Иисус Христос, и прими, и считай его Господом и Спасителем, тебе это надо. И, да, хотя они потом это сказали, но трогало его другое. Кто помнит, что его трогало? Нет, никто не убежал. Еще круче. Ситуация какая-то, когда их посадили в тюрьму, в последнюю... Когда они дали его убить. Да, да. Но, знаете, многие бы из нас, вот, если бы второй раз ситуация произошла, мы бы так поступили, потому что, ну, это хорошо. Как я уже говорил, что многие бы из вас в самолете, в принципе, спокойно поступили так же. Если бы вот знали, что вот ситуация вот она такая, ее можем так и решить. Но, ведь проблема то, что нужно вот в этот момент это понять. Понимаете? Что именно вот в этот момент, потому что момент уходит часто. Момент проходит. Вот она есть, и они могли как-то переругаться, в итоге ушли бы те обиженные. Парень с девушкой сидели бы там, у нее день рождения было бы испорчено. Да, потому что, да, для женщин, для девушки, день рождения испортить это вот все. Она бы ему не простила даже. Он просто, я бы видел, что парень готов уйти. Но она его не простила. Он понимает, что он как мужик должен там что-то отвоевать. Понимаете? И вот, вот колласс на самом деле. Не видели недавно ролик, ну, глупости, там, ужасные, где наши русские туристы, как всегда, исполняют, там, какой-то вот гид ей там что-то сказал, рукой махнул ей, что-то задел, и она своего мужа просит, ударь его! Ты мужик, давай! Ну, говорит, ты что? То есть, она даже своего мужика там подталкивает просто из-за того, что вот там как-то вот она сама там не права, заставляет там своего мужика ударить этого гида там в Таиланде, после чего его могут закрыть в тюрьму лет на пять. А ей все равно вообще. И вот ужасные иногда ситуации, говорят, люди, вот гордость, когда застилает глаза, обида, когда застилает глаза, ей все равно. Она потом раскается, а потом будет к нему посылки приносить туда в тюрьму, да? Они, может, потом разведутся, скажут, я из-за тебя вот в тюрьму попал, ты меня тут заставлял его ударить, тебе зачем это нужно было? Ну, вот в этот момент иногда люди, ну, не способны мыслить как-то рационально. Вот, и здесь такая же ситуация произошла в тюрьме с Павловым. Они сидели, они были в тюрьме, их посадили, и вместо того, чтобы, да, ну, это немножко, там, другие выводы, да, они стали славить Бога, и мы часто эту ситуацию используем для служения, что славь Бога цепи рухнули, да? Там, извините, так произошло, что они просто в полночь начали громко петь, узники их слушали, и произошло великое землетрясение, так что двери темницы все отворились, и узы ослабели. Вот, и давайте вот, я прочитаю тогда. 25 стиха, деяние 16 глава. Около полночьи Павел и силы молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, не делай этого себе! Кто проснулся? Никакого зла, это всем и здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и силе, и выведи их вон, сказал, государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. И проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим. В доме его, взяв их, в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, переведя их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Аминь. Вот какая красивая история, какая крутая история вообще, да? Как уверовал темничный страж. Но где был ключевой момент? Я говорю, что мы, я когда-то вот говорил, что мы иногда думаем, что христианство, оно вот в этом, что мы славим Бога, цепи падают и так далее. Но это происходит чаще. А вот такие вещи, как смог сделать Павел, происходят очень редко, потому что секунда была. Представляете, вот прибегает этот страж, достает меч, и все, и готов себя втыкать. Все, он несет ответственность. Там же на те времена, он, как бы, если вот узники убежали, если бы он там этого не сделал, там как-то семья бы пострадала ему. Понимаете? Поэтому ему вот пришлось вот заплатить собой. Он, представляете, как люди вот несли какую ответственность вообще. Вроде как вот темничный страж, но он несет огромную ответственность собственной жизнью, жизнью своей семьи над этими узниками. И все. И Павел, вот как он успел это понять? Как он успел крикнуть? Я не понимаю, если честно, потому что никто не успел крикнуть. Никому не было дела до этого темничного стража. И более того, многие люди бы еще умолнулись и сказали, конечно, смотри, сатана прям, вот, ну, конечно, сколько людей замучили. Сколько людей в этих тюрьмах. Вот, вот оно, вы знаете. И мы иногда, как христиане, даже так мыслим. Мы можем смотреть на людей, которые убивают себя какими-то своими решениями, какими-то своими поступками, своей глупостью. И мы, вместо того, чтобы, ну, открыть глаза, помочь, подсказать, мы еще и, конечно, уже грешны. И вот мы иногда так воспринимаем христианство, что вместо того, чтобы вступиться и помочь, пускай даже он плохой человек. Ну, этот человек плохой, ну, как бы, вот ситуация не такова, как она есть. Ему можно открыть глаза. Многие бы позлорадствовали. И там были еще силы с ним, да, которые не крикнули, у которого не было достаточно откровения. Но Павел вовремя сообразил, что, ну, что это зло, что этого человека можно спасти. Я знаю, что он не успел подумать о том, что, ну, мы потом ему пойдем проповедовать Евангелие, мы потом его крестим. Не было вот этого плана. Было просто желание спасти человека. У тебя есть желание спасать людей? У тебя есть желание реально, как бы, помогать людям? У тебя есть желание, вот, иногда за счет того, что ты уступишь кому-то что-то свое? Не только ради того, чтобы потом сказать, что ты христианин. Не надо потом говорить, что ты христианин. Я вот был вот в этом самолете, я понимал, вот оно, оно, ну, глупое. Я говорю, пошел, сел, и все, радостно, и сам внутри себя, что, спасибо Богу, что ты даешь мне это откровение, что я могу вот что-то разумлить, сделать добро. Просто чистое добро. И все. Знаете, знаете, что самое крутое в этой всей истории? Что, когда я летел назад, мне попалось место 14Б. Знаете, что это такое? Это там же, где аварийный выход. Это тоже платные места. Самолет был полный. Я до сих пор не понимаю, как мне два раза дали платные места одного человека. Я столько налетал, знаете, вот уже. Где я только не летал, и в Москву эту летал. И все, летал. Мне никогда не попадались эти места. Ни разу. Я всегда думал, может быть, как-то случайно за счет количества. Ни разу. Здесь, туда и обратно. Мне уже кажется, что если сейчас мне не дадут такое место, я скажу, как так. Когда туда пришлю, скажу, что вам что, Бог не сказал? Ангелы там не поработают. Ну, это просто такое, какое-то мое внутреннее, моя внутренняя радость, внутренняя свидетельство. Я ничего здесь не хочу сказать, там, что-то большее. Ну, просто, ну, может быть, вот как-то, ну, мы там с Оксаной переписались. И, знаете, я это вот сказал, как у меня благословенный муж. Я ей сказал, да, помни это. Потому что иногда в процессе жизни мы иногда забываем тоже об этом. Вот. Поэтому, вот для меня настоящее христианство, оно вот здесь. Вот в этом вот крики Павла. Крики Павла, когда он успел. Когда он еще не успел, там, понять, насколько это, там, какие-то результаты принесет, или не принесет, или вот у него просто было желание заступиться, остановить этого человека, остановить трагедию. Потому что для кого-то это было бы вообще нормально. Свидетельством в церкви иногда, да? Пришли бы в церковь и сказали, нас в темницу закрыли. Мы проповедовали Евангелие, нас закрыли. И что ты думаешь? Потом начальник тюрьмы застрелился. Вот слава богу, аллилуйя вообще. Да? Ну, я как пример, понимаете? Что мы такие вот, из-за нас там Бог кого-то покарал. Бог никого не хочет карать. Знаете это или нет? Он переживает, чтобы никто не погиб. Чтобы все достигли истины. Это его желание. Это его сердце. Каждый может покаяться. Мы скажем, а как такие люди, как Чикатило там, или еще кто-то. Что, да, даже они, даже они, Бог хочет, чтобы они покаялись. Это трудно вместить. Это трудно там понять родителям жертв или еще кому-то, да? Можно сказать, да, об этом легко говорить. Да я не пытаюсь об этом говорить. Я просто говорю о том, что Бог говорит в своем слове. Что Бог желает, чтобы все покаялись и достигли истины. И вот, понимаете, вот в этой ситуации, когда Павел останавливает его, вот этот темничный страж, видит Бога. Видит, что, вот понимаете, он ничего точно не говорит, что он мне делает, чтобы спастись. Все. Он слышал, что посадили христиан. Он слышал, что они проповедуют. Наверняка город не такой большой. Все он знает. Он начальник тюрьмы. Мы все донесли. Он в это не верит. Ему это все. Сколько тут всяких разных проповедников, сект и так далее. Но когда он сталкивается с этой реальностью, когда Павел сверхъестественным образом успевает его остановить. Потому что вот оно сверхъестественное, в откровении. Потому что для обычного человека это неестественно. Он не успеет сообразить. Он не успеет понять. Поэтому темничный страж понял, что его Бог спас. Просто Бог спас его. Вот сейчас, вот в эту секунду не дал ему покончить жизнь самоубийством. И он в шоке. И все, и он открыт. Ему уже там все равно, как его там поругают, не поругают. Он их уже берет. Омывает ноги. Крестится. Все принимает. Весь дом крестится и так далее. Очень круто. Но все было вот в этом вот готовности Павла. Готовность, да? Библия говорит, пусть ваши ноги будут обуты в готовность проповедовать Евангелие. Вот она готовность. Знаете, чтобы мы действительно были готовы именно вот этими делами, какими-то. Ты не будешь знать. В том-то и дело. Потому что ни ты не должен знать. Ни другие не будут знать. Потому что если вот все знать, все рассказывать. Вот когда вид поступил, как вид поступил. Мы все вот, ну, а где тогда откровение? Где тогда вот твоя, как бы, награда, да? Потому что это вот и есть награда Павла, что он оттуда, он ушел туда, его засунули туда, да? И думал, что только страдать за Евангелие, а оказывается, вышли оттуда в славе. Просто в такой славе, что, ну... Поэтому вот это моя мечта, как бы. И это я хочу ее передать тоже тебе, чтобы ты понял, что вот нет ничего лучше быть использованным Богом. Быть вот этим сосудом в чести. Потому что там Библия говорит, что есть сосуды в чести, есть сосуды не в чести. Знаете, вот эти вот сосуды не в чести, это о чем? Это горшка, туалет, который ходит. Ну, это, они тоже нужны, знаете. И некоторые думают, что, ну, да и пускай вот. Меня вот так используют. Но не нужно это никому. Понимаете, тебе не нужно это. Но, если ты не станешь этим сосудом в чести, если ты не будешь тренироваться, да, в учении Христовом, вот в своем сердце, то Бог не сможет использовать тебя. Не будет использовать тебя. А если ты будешь искренним его учеником, то он будет использовать тебя. То он так будет использовать тебя, что он и тебя поднимет, да, как Иосифа поставил, и он всем там пользовался. И других через тебя спасет. Как Давида, как Исфит. Понимаете? Потому что, ну, вот действительно так, чтобы прежде всего заботиться о Царстве Божьем, а остальное все приложится. И это Иисус сказал. Это не может быть по-другому. Понимаете? Поэтому вот, ну, я хочу вам это все передать, именно вот так, да, что вот оно наше призвание. Вот каким образом Бог, на мой взгляд, да, по моему такому откровению, будет влиять на этот мир. Вот чего ждет все творение. Что все творение ожидает откровения сынов Божьих. Когда они вырастут. Когда они будут готовы, чтобы Бог их применил. Понимаете? Вот чего ждет все творение. Не Бога мы уже ждем, на самом деле. Бог уже все сделал. Иисус уже все сделал. Понимаете? Но ждет, пока мы вырастим. Пока мы вырастим из этого плотского эгоизма собственного. Все вокруг меня, все мне, все ради меня. Я свое чуть-чуть не подвину. Я со своей полосы не, я не приторможу. Я не, ну и что? Ты будешь злой, тупой и глупой. Ну, как бы, глупый и тупой, это одно и то же. Раздраженный, завистливый. Как вынуждены быть люди этого мира. Но если ты прислушаешься к учению Христа и будешь Его в себе взращивать, будешь открывать свое сердце Богу, будешь прислушиваться к Его советам, будешь слушать Духа Святого, будешь говорить, Бог, используй меня. Бог, пошли меня. Я сегодня вам вначале про это говорил. Хотел вот именно вот это вам донести, чтобы мы в своих молитвах включили уже не только, что мне дай, дай мне. Ну, мы включили вот это. Пошли меня, используй меня, открой мне, для чего я, куда я. Понимаете? Я вот всегда, ну, у меня бывали там в последние годы вот такие как молитвы. Раз, так что-то увижу, говорю, Бог, что-то не посылал меня давно, что-то мы не воевали с тобой. Раз, какая-то ситуация пошла, замес какой-то, пошел. Все. Это интересно, жизнь с Богом интересна. Когда Он тебя посылает, когда Он тебя использует, когда ты действительно видишь Его и... Потому что вот это слово, оно верно. Тех, кого избрал, предизбрал, оправдал и прославил. Знаете, вот прославил. Это уже когда какие-то ситуации произошли. Знаете, прославил не в том смысле, я бы Его прославил, я бы прославил, а вот происходят какие-то ситуации, которые вдохновляют тебя и вдохновляют еще много других людей, которые вот действительно, они какие-то такие, что я тоже так хочу. Аминь.